Всем привет! Вы смотрите канал Finty Wordpress И сегодня у нас будет обзор на тему Cadence Тема появилась совершенно недавно, буквально в ноябре В октябре вышел релиз, в ноябре они зашли в репозиторию Wordpress И вот за это вот такое недолгое время Тема такой произвела некий такой фурор Потому что тема получилась нереально быстрая Удобная, с массой настроек, да еще и бесплатная Ну в некой своей части Причем в бесплатной части, в отличие от многих бесплатных тем Довольно много настроек, что будет дальше я не знаю Но сегодня я расскажу именно бесплатную версию темы Cadence Как она работает, какие настройки у нее есть Все это потихонечку разберем Поехали! Итак, бесплатная тема Cadence Тема загружена в репозиторию Wordpress Примерно 3 ноября и уже на сегодняшний момент Больше 20 тысяч активных установок Более того, тема полностью переведена на русский язык За что спасибо Александру Парфилову с канала ВПЛайер За хороший качественный перевод Более того, тема попала в популярные Если мы здесь зайдем в раздел популярные То вот она здесь будет, даже опередила многие такие другие известные темы Вот такая вот кратенькая справочка по теме А теперь поехали, собственно, посмотрим саму тему Что она из себя представляет и как она работает Итак, начнем, как обычно, с установки Ну а так как тема попала в популярные То нам, в принципе, особо-то ничего и не требуется Никаких поисков, ничего Вот она наша тема Устанавливаем Установка прошла успешно Ну и как обычно, сегодня это так принято Что многие, некоторый функционал, который не относится Именно к работе, к функционалу самой темы Выносится в отдельные плагины В теме Cadence уже в бесплатной даже версии Есть специальный плагин Который позволяет установить различные демо данные Демо шаблона Ну а у них это называется стартовый шаблон И вот после установки у нас появляется вот такая вот штука Нажимаем на кнопочку установить И он нам установит нужный плагин Теперь очень важный нюанс Тема Cadence работает как с Гутенбергом, так и с Elementor Стартовые шаблоны у нее также заточены Как под Гутенберг, так и под Elementor Но если, соответственно, для работы Elementor потребуется сам Elementor У меня здесь на демо сайте он не установлен Я буду показывать все это на Гутенберге На мой взгляд, реализация вот этих Гутенберговских блоков И вообще, как это все сделано для Гутенберге У Cadence одна из самых лучших и самых удобных И поэтому весь обзор у меня будет строиться именно на Гутенберге Соответственно, нажимаем здесь, выбираем нужный нам билдер Нажимаем Гутенберг И здесь у нас появляется стартовый шаблон Их не так много, 8 штук Но, в принципе, этого вполне достаточно Чтобы, скажем так, увидеть весь потенциал самой темы Ну давайте выберем вот этот Я себе как-то ставил вот этот Давайте выберем вот Print Shop Что можно сразу выбрать Что мне очень понравилось с теми Во-первых, к теме сразу есть палитры Это раз Во-вторых, можно выбрать семейство шрифтов Это два Ну и третьих, если тема Тема также заточена и под WooCommerce То есть на ней, WooCommerce на ней тоже замечательно работает Более того, товары WooCommerce Это, наверное, одна из немногих тем Где товары, именно листинг товаров WooCommerce Сверстан уже гридами То есть уже такое современное решение и видение Итак, смотрите, что нам здесь предлагают делать Во-первых, нам предлагают выбрать палитру То есть никаких базовых цветов, ничего такого Вот готовые палитры Более того, здесь даже есть темные палитры То есть когда у нас темный сайт Ну, бывают такие сайты встречаются И здесь сразу уже готовая палитра Ну, на мой взгляд, темный сайт это такое Довольно специфическое решение Поэтому давайте я выберу какую-нибудь вот такую вот палитру Довольно стандартную Далее Нам предлагают выбрать семейство шрифтов Которые будут у нас основными Но здесь надо смотреть Потому что Не все шрифты поддерживают Кириллицу И даже в тех шрифтах, которые Кириллицу поддерживают Это я говорю сейчас именно про Google шрифты Есть шрифты, которые Кириллицу, скажем так, не в полном объеме То есть там, например, есть некоторые насыщенности, которые не поддерживают Кириллицу Клиентский сайт И там чаще всего у клиента, то есть у него устройства именно вот эти Эпплские, яблочные Итак, ладно, давайте вернемся к нашей Cadence И выберем нужные нам шрифты Ну вот из того, что, собственно, здесь выбрано Ну давайте вот классический вариант Ну не то и робота Это точно эти шрифты поддерживаются Кириллица поддерживается И дальше у нас, смотрите, у нас есть две кнопочки Single Page и Full Site Single Page, он только вот эту главную страницу вам сделает Full Site, он полностью загрузит и примеры страниц И примеры постов И примеры товаров Но имейте в виду, что если мы вот нажимаем То здесь у нас все данные Контент, который будет загружаться Он весь пережапишется Это относится и к меню, и к виджетам То есть не только к страницам Имейте это в виду То есть если вы на живом сайте пытаетесь загрузить демо-контент Будьте осторожными Ну, соответственно, так как здесь есть требуется Плагин Cadence Block обязательный То он сразу его, собственно, и плагин установит Все, установка прошла успешно В принципе-то все У нас этот вот раздел Starter Template Внешний вид, видите, Cadence Есть отдельный подраздел Starter Template То есть стартовые шаблоны Более того, в этом разделе, смотрите, есть какая штука Вот здесь есть такой переключатель То есть он не только появляется один раз То есть он есть и для Elementor, и для Gutenberg И то есть некоторые шаблоны могут пересекаться В зависимости от того, что вам потребуется Ну, что вы используете, Gutenberg или Elementor Итак, у нас все установлено В принципе, можно смотреть, что у нас получилось Ну, здесь я уже тестировал Давайте посмотрим, что у нас сейчас получилось И займемся настройками Ну, вот такая вот красота у нас получилась Это у нас главная страница Здесь страница магазина Страница About То есть о нас Ну, неплохо, да, согласитесь Такое вот сразу готовое решение Ну, у меня здесь немножко кривенько Потому что я уже, скажем так, игрался с этой темой Уже рассматривал ее И поэтому есть такие некоторые креульки Вот, собственно, и весь процесс установки Именно демо-контента на теме Cadence И это бесплатно Еще раз повторюсь, это бесплатная версия После установки Вот здесь в плагинах вы можете найти Что установлен плагин Cadence Starter Templates И Cadence Blocks Cadence Blocks Это плагин, который добавляет свои блоки Именно в Gutenberg Сейчас мы это все отдельно рассмотрим В принципе, если вам не нужны стартовые темы Вы этот плагин можете не устанавливать Или закинули демо-контент Плагин Cadence Starter Templates Можно уже и удалить Продолжим Теперь давайте пробежимся по настройкам темы Cadence Все настройки, как я уже говорил Находятся в кастомайзере Ну, нажимаем настроить Вообще, в теме Cadence есть две убойные фичи Это вот как раз глобальные настройки Палитр и конструктор шапки и подвала Давайте вот с этим всем и разберемся Уж все настройки подробно я рассказывать не буду Так, пробежимся Итак, раздел основные настройки Здесь у нас, естественно, настраивается макет Ну, то есть ширина макета Отступы, все вот эти штуки Причем все эти настройки работают достаточно корректно Ну, вот сделали вы, можно откатиться Отступы все эти можно настроить То есть это глобальная настройка макета Причем всей страницы То же самое относится к сайтбарам В зависимости от того, какой у вас макет Сайтбар тоже бы надо настраивать Потому что он по дефолту, он такой довольно широкий Ну, вот я ставил 25-30% Этого вполне достаточно, чтобы было Ну, чтобы это нормально смотрелось Работает это примерно вот так вот Ну, вот сайтбар 20-25% даже вот так вот можно ставить И теперь, когда мы включаем У нас сайтбар, то есть будет прилипать Причем, если контента в этом сайтбаре Больше, чем высота страницы То есть здесь тоже скролл внутри сайтбара включается Смотрите, еще какая интересная фича есть в Cadence В кастомайзере очень часто встречаются Вот такие разделения на табы Есть основные настройки Есть настройки дизайна То есть для каждого отдельного элемента Можно настроить цвет, размер, отступы И многое-многое другое Причем это можно настроить как на мобилках Так и на десктопах Далее, цвета Вот здесь как раз раздел цвета в основных Это как раз возможность задания всей палитры цветов Причем здесь вот есть такая ссылочка Узнаете, как это использовать Если вы будете пользоваться темой Обязательно вот это прочитайте Потому что сама палитра у них делится на три раздела Акценты, контрасты и базовые цвета Первые два это акценты Следующие четыре это контрастные цвета И последние три это базовые цвета То есть это чаще всего это фон Чаще всего это фон карточки Например и так далее Причем поддерживаются три дефолтных палитры Изначально И можно еще вот нажимая на папочку Можно выбрать любую другую Ну то есть мы например хотим Вот сделать вот такую палитру вторую Взять, то есть чтобы она у нас была Ну и при настройке мы можем смотреть Как это все будет изменяться Очень классно и очень удобно Более того эти палитры можно экспортировать И импортировать еще Ну если вы переносите значения в нужные места Далее здесь же в цветах Можно указать глобальные фоны Причем смотрите как цвета-то здесь указываются Вот если есть значок То есть использовать глобальные цвета Из палитры То есть можно здесь переключиться И вот здесь вот например вот этот цвет Использовать глобально То есть не надо для каждого элемента Там цвет настраивать Вот эти все вещи То есть это уже глобально все настраивается Вот такая вот штука получается И то же самое ссылки в содержимом То есть можно ссылки настраивать Можно цвета настраивать и так далее Опять же здесь стиль ссылок можно настраивать Следующий раздел это кнопки То есть это настройка всех кнопок Которые находятся на сайте Соответственно здесь тоже Если цвета установлены глобально Здесь как правило Ну это здесь у меня в e-commerce Здесь у них отдельные настройки Ну если зайти например на страницу У нас там что у нас там Вот они эти кнопки Собственно Ну это как правило Кнопки на блоге Это форма комментариев То же самое Если мы цвет например изменяем У нас меняется палитра То есть здесь то же самое Здесь можно как выбрать Как отдельный цвет Так и глобальные цвета брать Очень удобно сделано Мне вот это прям понравилось Очень напомнило Как это все работает в элементаре По сути это вот прям из коробки Уже есть в бесплатной теме То же самое со шрифтами И с другими всеми элементами Все это можно настроить То есть можно сделать радиус побольше Кнопок там Шрифтовые темы настроить Там отступы добавить И многое-многое другое Типографика ну это понятно То есть можно задать глобально шрифты Причем глобально вот здесь вот Очень удобно сделано Чего не хватает во многих темах То есть у нас есть основной шрифт Есть шрифты заголовков Причем вот здесь вот смотрите Под группой шрифтов гугла Здесь как раз если мы говорим про кириллицу То здесь надо кириллицу и включить Потому что это у меня показывает У меня эти шрифты на компьютере установлены А у вас могут и не показываться Для каждого шрифта можно настроить И цвет, и размер, и насыщенность И все что хотите Причем как вообще шрифты работают Смотрите Здесь вот есть Во-первых демо Какой шрифт Если мы например возьмем Ну пусть будет слаб И здесь он сразу показывает Какой Далее есть выпадающее меню такое Где можно выбрать Семейство шрифтов Стиль шрифта То есть это насыщенность Ну это стайл Это насыщенность в данном случае шрифта Эти данные подгружаются Так как он здесь используется Google шрифты То есть эти данные актуально подгружаются именно с Google Ну и соответственно можно настроить размеры Ну например вот дефолт Которые размеры Интерлинияж То есть межстрочное расстояние Разбег Межбуквенное расстояние Тоже можно настроить То есть настройки шрифта Для элементов определенных Здесь реализованы нереально круто Это очень удобно И больше я подобного ни в одной теме пока не видел Может быть где-то уже появится Если появилось Если вы где-то подобное видели Напишите об этом в комментариях Так Поехали дальше Дальше у нас прокрутка вверх Ну то есть это кнопочка вверх Классический вариант Да Здесь Причем Ну если кроме того Что здесь можно выбрать Тип этой кнопки То есть как она будет выглядеть Можно настроить ее Такая Сякая Можно дизайн у нее настроить Цвет Заполнение То есть вот То более того Это еще можно и видимость указать Будет она видна Там только на планшетах Только на десктопах Или вообще везде Ну вот если я включил ее Только на десктопах То на планшетах Соответственно Эта кнопка будет не видна Не должна быть видна Ну вот на мобилках ее нет Но это Здесь тоже Настройки-то Они конечно круто сделаны Но не всегда все это дело отрабатывает Если мы Опубликуем это дело То они будут срабатывать Ну или если обновить страницу Далее Комментарии Ну это здесь уже раздел Самих комментариев Как правило Сегодня Штатные комментарии Самого Вордпресса Редко где используются Но тоже какие-то базовые Настройки есть То есть можно форму поднимать До Листинга Комментариев Можно после Можно удалить Слово Удалить поле сайт В комментариях Хлебные крошки Ну здесь тоже мне очень понравилось Как это сделано Потому что хлебные крошки Во-первых По дефолту они есть Это правда не везде А там где они выводятся Более того Хлебные крошки Поддерживаются Из Популярных плагинов Рангмасс Йост И Сеопресс То есть если На сайте используется Плагин Рангмасс То можно без проблем Включить Ну и соответственно Надо будет включить Настройки самого плагина Чтобы они были выводиться И сразу они появятся Но у меня здесь Вот на сайте Не установлено Ничего такого Поэтому я пока По дефолту поставлю Ну вот они например Дефолтные Можно вот иконку включать Выключать А можно использовать Если вам требуется Можно использовать Какого-то сего плагина Так погнали дальше Ссылки на соцсети Ну собственно Здесь ссылки Это стандартный функционал Это именно ссылки На профили То есть можно указать Нужные там например Причем здесь профилей Это довольно много Даже номер телефона Емайл Дискорд То есть такое Продвинутое Продвинутого ссылок Можно ускорить Теперь что касается Оптимизации Здесь есть отдельный Раздел оптимизации Здесь я бы включил Все эти штуки Прямо вот сразу По дефолту Потому что Ну лайтбокс Это понятно Лайтбокс Это когда у вас Картинки увеличиваются То есть когда вы Нажимаете в статье На картинку Там происходит Не переход А она увеличивается В размерах А вот загружать Шрифты гугла Локально Это вообще очень Крутая вещь Потому что Как это делается То есть тема Сама выгружает Шрифт с гугла Загружает вам Ну там в отдельную папку Загружает на хостинг И шрифты Пользователям Отдаются не с гугла А именно С вашего сайта То есть Значительно быстрее Все это дело происходит Ну и предзагрузка CSS Тоже хорошая вещь Это когда Сами все стили Загружаются Через прилог Тоже удобно И это значительно Увеличивает Скажем так Количество попугаев В пейчспидине Вот собственно И все разделы Основные Теперь хедер Самые вкусные Такие разделы Смотрите Да я вот включил Переходим В раздел хедера И у нас Вот здесь Появляется Конструктор Причем Конструктор разделен На две части То есть Это десктоп И мобильные устройства Ну как видите Разные Да вещи Как это работает Есть три строки То есть У нас три раздела Шапка Основной Ну верхний бар Основной бар И нижний бар Соответственно Нажимаем В нужном месте Каждая строка Поделена На три части Нажимаем В нужном месте И вставляем У нас Появляется Кнопка Причем Кнопка Появляется Именно в том Виде Как мы ее Настроили Единственный Момент Что в бесплатной Версии Вообще Вот этих Вот вещей Которые Можно установить В конструкторе Не очень много Мягко говоря То есть Вот сколько Есть Вот Что у нас Тут получается Логотип Кнопка Дополнительно Навигация Hotmail Соцсети Основная Навигация Корзина И поиск Все Больше ничего Здесь нельзя Сделать Из блока Hotmail Прекрасно Понимают Шорткоды Ну вот Здесь Я Тестирую Тут свой Нек Новый Плагинок Я тут себе Пишу Вот такой Вот Здесь Кнопка Выводится Шорткодами И собственно Здесь Спокойно Все это Можно делать Шорткодами То же Самое С логотипом То есть Логотип Настраивается Можно Так Выводить Можно Сяк Выводить Можно С заголовком Можно С описанием Можно Логотип Выводить И картинкой И с описанием И с заголовком Сайта То есть Вот так Вот это Все дело Работает Реализовано Это все Очень удобно И Ну По крайней мере Разобраться Проблем Я не вижу Особых Здесь все Подписано Все удобно Все Хорошо Причем Здесь же Здесь Есть такой Вот раздел Когда мы Редактируем Иконка Сайта И нажимая На него Переходим В отдельный Раздел Где можно Указать Иконку Ну Соответственно Все Элементы Которые У нас Установлены То есть Вот видите Я убираю Элемент Он здесь Появляется Соответственно Если мы Нажимаем На шестеренку Ну или Просто На элемент Здесь можно Собственно Подписать Нужные вещи Для Корзинки Можно Менять Два Вида Иконок В платной Версии Там по моему Иконок Побольше Можно Включить Выключить Индикатор Этих Добавленных Товаров Ну и Соответственно Саму Мини корзину Можно То есть Действия Поменять Плавающие Это В смысле То есть Когда мы Нажимаем Вот здесь Она или Справа Или Слева Выводится Или Выпадающий Список Этот Мини корзина То есть Это в бесплатном Версии Еще раз Повторюсь Тем более Что Вот эта Корзина В хедере Ее тоже Саму иконку Это тоже Можно Настраивать Там И внешний Вид И отступы И все Эти вещи Здесь есть Отдельный Раздел То же Самое Относится И к Разделу Поиска То есть Можно Иконки Менять Можно Поиск Добавить Ярлык Нужный Ну и Соответственно Все эти Элементы Тоже Можно Настраивать Причем Вот этот Сам Их тоже Можно Настраивать Вот здесь Вот есть Такая Галочка Top Row Здесь Можно Настраивать Внешний Вид То есть Высоту Цвет Например Там Был Такой Станет Такой Такой То есть Все это Можно Настраивать Опять же Границы Можно Настроить Как Отображение На мобилках И на Десктопах По разному Теперь Смотрите Как это Работает На Мобильниках То есть Есть Два У нас Элемента Бургер И Логотип Ну Посередине Можно Еще Один Элемент Вставить Ну Не знаю Ну Пусть Будет Кнопка Какая Нам Здесь Сейчас Не Сильно Актуально Для Бургера Есть Отдельный Триггер Это Так И Называется Собственно Триггер Во первых Триггер Бургер Можно Настроить Внешний Вид А во вторых Можно Настроить То Как Это Будет Выглядеть То есть Когда Я тыкаю В кнопку Вот у меня Вправо Слева Может быть На всю Ширину Или Боковая Панель Как Это Выравнивание Самого Элемента Что Того Что у нас Находится В этой Панели Ну Как Это Еще Панель Называется Off Canvas То есть Внешний Вид То есть Внешний Так Раздел Так Так То есть Все Это Можно Настроить Это То Что Называется Работа Триггер Здесь Вот Это Вот Так Почему То Сделано Более Того Можно Настроить Само Содержимое Что Будет Под В Этой Панели То Есть Вот Здесь Можно Вставить И Например Можно Вывести Еще Дополнительные Соцсети То есть Вот Они Соцсети Выводятся Соответственно Можно Настроить Все Это Меню То есть Какое Меню Выводится Здесь Ну Например Вот Это Пусть Будет То есть Вот Таким Вот Образом Все Это Дело Настраивается В Платной Версии Самой Тема Там Еще Можно Разное Меню Настраивать Ну То Есть На Мобильниках Одно Будет Загружать На Десктопах Другое Будет Загружать Здесь Еще Есть В Настройках Можно Включить Как Это Называется Фиксированную Липкий Хедер Здесь Переведено А Так Это Как Называется Фиксированную Шапку Ну То Если Мы Здесь Включим То Выглядит Будет Вот Так Вот Примерно То Есть Вот У нас Фиксируется Сайдбар Причем По разному Можно Все Это Дело То Есть Он Или При Скролле Вверх Фиксируется Или При Скролле Вниз То То Это Уже В Бесплатной Версии Заметьте Удобно Классно И Довольно Быстро Все Это Настраивается И Так Это Комфортно Себя Чувствуешь Такой Настройка Такой Очень Удобная Вещь То же Самое У нас Подобный Конструктор Появляется И при Настройках Подвала Но Правда Здесь В подвале Уже Используется Функционал Виджетов Вот Здесь По Наставлены Виджеты Здесь Еще Можно Добавить Какая Навигация В Футере Например Для Настройки Подвала Здесь Еще Можно Настроить И Внешний Вид Само Это То Насколько Колонок Разбивает Насколько Ее Там Делить Какой Цвет Задать То Все Это Можно Сделать Именно В теме Cadence Удобно Быстро Мне Понравилось Как Это Все Делается И Новые Проекты Клиентские Свои Я Уже На Этой Теме Делаю Мне Сильно Нравится Как Это Работает Итак Поехали Дальше По Настройкам Футер Футер Понятно То Хедер Футер Здесь Получается Конструктор Теперь Что Касается Макета Страницы Я Сейчас Говорю Именно Про Просто Страницу То То Что Она Не Собрана В Конструктор Просто Дефолт Страница Можно Настраивать Различные Заголовки То Например Заголовок Страницы Может Быть На Картинке Причем Эта Картинка Подтягивается Из Миниатюр Страницы Ну Уравнивание Все Вот Эти Вещи Можно Отключать Различные Элементы Например Тот же Самый Заголовок Страницы Можно Отключить Но Имейте Ввиду Что Это Мы Глобально Указываем То Можно Все Эти Вещи Включить И Хлебные Крошки И Мету И так Далее Тогда Вот Так Это Все Будет Выглядеть Опять же Здесь Можно Включить Сайтбар Выключить Сайтбар Если Не Требуется Причем Здесь Макеты Такие Интересные То Есть Стандартный Макет Сайтбар Без Сайтбара Классика Вариантов Но Есть Например Узкий Макет Еще То Когда Основная Ширина 1200 Пикселей А Это Узкий На 800 Пикселей И Есть Полный Макет Это Когда Вообще Без Контейнера Внутреннего То Он На Всю Ширину Тащится В Бутстрапе Если Я Без Контейнера Основного Опять Можно Сайтбары По Разному Настраивать Стиль Контейнер Можно Настраивать И С Ограничениями В блоке И Просто Тянется До Краев Элемента Вот Такие Макеты Страницы Теперь Что Касается Блоговых Записей Здесь Примерно То Самое Что И На Макетах Страниц Все Настройки Примерно Одинаковые Например Для настроек Архивов Здесь Можно Выбирать Сколько Колонок Будет Ну В зависимости От того Как Вам Это Требуется Можно Опять Ж С Ограничениями То есть С паддингами Внутри Без Паддингов Внутри Макет Включить Сайтбар Выключить Сайтбар Ну Классика В общем Ну И Здесь На Страницах Архивов Можно Собственно Вот Эти Все Метаданные Настраивать Говоря По Простому Можно Настроить Сами Карточки Постов Вот Так Вот Это Все Будет Выглядеть Причем Здесь По Дефолту Пагинация Вот Такая А В платной Версии Там Еще Есть Вариант Пагинации Когда Это Infinity Scroll То Бесконечная Подгрузка Если Кому То Актуально Смотрите Тогда В эту Сторон Теперь Что Касается Настроек Отдельной Страницы Здесь Примерно То Самое Как Для Страниц Для Архивов Но Что Мне Понравилось Можно Во-первых Глобально Задать Как Будет Выглядеть Именно Сама Статья А Во-вторых Можно Вот Этот Узкий Шаблон Очень Это Сегодня Актуальны И Очень Мне Это Нравится Как Это Выглядит Ну И Вообще Верстка Сделана На серьезном Уровне В этой Теме Каданс Мне Нравится Ну Опять же Есть Различные Настройки Например Как Выводить Миниатюру То Есть Над Заголовком За Заголовком Под Заголовком Причем Мне Что Еще Понравилось Можно Еще Соотношение Сторон Миниатюру Менять Ну Я Про На макетах Страниц Архивов Про Это Не Рассказывал Но Это Есть Можно Один К Одному Убрать Миниатюру Четыре К Трем Три К Двум Ну Классика Да Шесть К Двенадцать Шестнадцать Девяти И Два К Одному Например По Заголовком Это Дело Еще Можно И Растянуть Например Миниатюру Но Если Вы Крупные Картинки Загружаете То Выглядит Будет Вот Так А Подбирая Определенное Соотношение Сторон Можно Добиться Неплохих Результатов Именно Как Эта Картинка Будет Выглядеть Уже На Странице Круто Сделано Что Можно Сказать Также Здесь Здесь Есть Уже И Похожие Записи Причем Они Сделаны В виде Слайдера Их Тоже Можно Настраивать То В принципе Бесплатную Версию Темы Каденс Можно Использовать Вот Прям Как Есть Она Уже На Русский Переведена И Практически Есть Функционал Там Есть Единственное Чего Здесь Нет Я Чего Здесь Не Нашел Это Кнопок Поделиться Но Кнопки Поделиться Они Не Особо Сложные Такой Функционал Есть Куча Плагинов Уже Готовых Для Этого Поэтому Без Проблем Все Это Ставится И Делается Так Ну Поехали Дальше По Настройкам Какие У нас Еще Остались У нас Еще Здесь Еще Можно Настроить Страницу Результатов Поиска По Аналогии Так же Как С макетом Страницы Есть Раздел Айдейтика Сайта Где Можно Поставить Ну Настроить Название Логотип И Можно Поставить Фавикон И Коля У нас Настроен Вукомерс Давайте Еще Посмотрим Как Это Выглядит С Вукомерс Итак Раздел Каталог Товаров Здесь Его Так же Можно Как Макет Страницы Настроить Ну То Есть Я Могу Выключить Например Эту Кнопку Могу Выровнять Посередине Могу Выключить Хлебные Крошки На Странице Каталога Именно Это У нас Архив Можно Вообще Выключить Название Архива Если Он Не Нужен И Теперь Что Касается Архивных Карточек То Каденс Это Всегда Предоставляет Ну Смотрите Как Это Работает То Есть Два Типа Можно Кнопку Всегда Отображать Но При Этом Карточка Все Равно Будет Одинаковой Высоты Вот Так Это Выглядит Если Мы Всегда Отображаем Кнопку Ну Или Отображать Только При Наведении То Есть Так Они Вот Так Карточки А Дальше Наводится И Она Вот Так Работает Причем Приходилось Это Делать Ну Своими Руками Собственно Попереверстывать Немножко На Мобильниках Может быть Как Одна Колонка То Есть Карточки В Одну Колонку Идти Могут Вот Так Вот Так И В Особенно Тут Опять Жда Специфики Магазина Надо Танцевать Но Часто Встречается Что Просят У меня Клиенты Сделать Вывод Товаров Именно В Две Колонки Вот Это Вот Уже Есть Уже По Дефолту В теме Cadence Теперь Страница Товара Тоже Примерно Все То же Самое Особо Таких Настроек Ну Таких Как Глобальных Там Конструктора Здесь Нету Хотя У них Конструктор Страницы Товара На Сайт Ориджин Таком Билдере Это Тоже У Ни Но Это Уже Платные Такие Решения Кому Интересно Все Ссылочки Вы Найдете Под Видео Можете Посмотреть У них Там Даже Есть Некое Такое Вроде Демо Теперь Что Здесь Мне Понравилось Во Первых Можно Выключить Отступы Во Вторых Это Сразу По Дефолту Есть Можно Выключить Ненужные Элементы Но Единственное Что Их Можно Просто Выключить То Есть Их Нельзя Перемещать Туда Сюда И так Далее Второе Здесь Можно Сразу Использовать Плюс Минус На Количестве Или Стандартное Количество Или Плюс Минус В Дополнительной Вкладке Можно Показывать Вес Размер Можно Не Показывать Здесь У меня Просто Они Не Установлены Но То Вес Размер Это Такие Дефолт Ные Значения Которые Выводятся Всегда В Атрибутах Если Они Заполнены В Самом Товаре Ну И Похожие Товары Их Можно Показывать Не Показывать И Количество Колонок Тоже Можно Это Все Дело Настраивается Теперь Что Еще Интересного Есть В Настройках Ну Кроме Дизайна Дизайн Здесь Тоже Можно Настраивать Во Первых Можно Вот Эта Часть Макет Над Содержим Хлебные Крошки Или Вообще Ничего Не Выводить Можно Таким Вот Образом Включаем Отступ И У Нас Все Красиво Но Хлебные Крошки Обычно Выводятся Поэтому Сделаем Так Для Прайса Видите Здесь Есть Вот Такая Штука Вот Такая Строка Фри Шиппинг Ее Можно Не Показывать А Можно Написать Своё Что Кнопку Добавить В Корзину Ее Тоже Можно Размер Менять Маленькая Большая Нормальная Это Я Кстати Тестировал Свой Плагин Который Заказать В Один Клик Он Прекрасно Работает На Теме Cadence Проблем Особых Я Не Обнаружил Далее Поехали По Настройкам Теперь Смотрите Вот Такая Штука Здесь Есть Отдельный Блок Это Блок Такой Не Закета Внешние Как Это Правильно Сказать По Русски Дополнительные Преимущества Наверное Это Так Будет Правильно В Наших Магазинах Я Подобных Вещей Не Встречал А Вот В Импортных Магазинах Довольно Часто Это Встречается Ну Например Здесь Можно Рассказать Что У Них Там Гарантия 14 Дней Мани Бэк Какой Нибудь Или Еще Что Удобная Фича Можно Много Разного Понаписать Но Опять Это Не Для Всех Магазинов Актуально Если У вас 50 Т тысяч Товаров Умрете Все Это Записывать Если Небольшое Количе Товаров То Имеет Смысл И И То же Самое Относится К Раздел Payments Способы Оплаты Здесь Можно Выбрать Не Все Здесь Есть Способы Оплаты Здесь Можно Выбрать Чтобы Показать Актуально Какие Способы Оплаты Причем Это Все Настраивается Внешний Вид Меняется Вот Эта Часть Тоже Меняется Вот Так Это Может Выглядеть На Каком Ральном Магазине Так Что Удобно Единственное Чего Я Не Обнаружил Бесплатной Теме Причем Даже В платной Не Обнаружил Это Настройок Этих Табов Но В Принципе Для Настройок Этих Табов Такое Количество Готовых Плагинов Есть Что Не Думаю Что Это Прям Проблема Какая Куда То Их Вынести Или Как То Их Переделать Ну Вот Собственно И Все Настройки Которые Есть Бесплатной Теме Cadence Ну Вот Еще Есть Настройка Аккаунта Ну То То Есть Страница Мой Аккаунт То Можно Вот Эти Табы Перенести Влево Вправо И Назад В Принципе В Базе Этого Иногда Достаточно Бывает Вот Собственно И Все Те Настройки Для Именно Глобальной Настройки В теме Cadence Ну Что Теперь Давайте Посмотрим Как Тема Cadence Выглядит Какие Настройки Несет На борту Каждой Страницы Заходим В редактирование Страницы У нас Естественно Это Гутенберг И Смотрите Во Первых Здесь Ну Вот Я Тема Cadence Рекомендует Для Гутенберга Использовать Собственный Набор Блоков Про Которые Я Говорил Отдельным Плагином Он Найдет Там Еще Есть Платная Версия Этого Плагина Там Блоков Гораздо Больше И Они Такие Более Функциональные Но Вообще Блоки Cadence Это Вообще Тема Отдельного Видоса Сейчас Давайте Разберем Что Нам Cadence Представляет Только В Гутенберге Если Переключиться На Старый Редактор То Их Просто Не Будет Видно Ну То То Есть Ребята Я Сразу Просто Предупреждаю Если У вас Включен Старый Редактор Вы Настройки Можете Просто Не Увидеть Итак Смотрите Мы Находимся В Гутенберге И Настройки Смотрите Вот Здесь Находится У нас Настройка Страницы Настроек И Отдельно Под Таким Логотипчиком Cadence Находятся Настройки Палитры И Настройки Cadence Blocks Здесь Можно Включить Или Выключить Блоки Которые Нужны Или Которые Не Нужны Например Вы Не Пользуетесь Аккордеонами Выключили И у У вас Этого Блока Здесь Не Будет Причем Здесь При Настройке Можно Указать Для Каких Юзеров Под Юзеров Все Заточено Итак Возвращаемся К настройкам Страниц Или Записи Итак Смотрите У нас Во-первых Может быть Прозрачный Заголовок Включить Выключить Можно Выключить Или Включить Сам Заголовок На Странице Вот Смотрите Вот Если Я Включу Сейчас Нажимаем Обновить Смотрим Что У нас Творится На Странице И У нас Здесь Заголовок Видите Появился То Есть Вот Заголовок Можно Выключить Теперь Можно Выбрать Нужный Макет Для Страницы Можно Использовать Дефолтный Тот Который Глобально Установлен А Можно Выбрать Нужный То Есть Вот Здесь Full Vision Например Далее Стиль Контента Это На Всю Ширину Или Не На Всю Ширину Ну Или Дефолтный Как И Положено Следующая Опция Это У нас Вертикальные Отступы Включить Выключить Еще Одна Опция Показывать Или Не Показывать Миниатюру Этой Страницы Если Мы Сейчас Это Дело Выключим Для Наглядности А У нас Здесь Миниатюры Нет У нас Сейчас Не Будет Ну То Есть В принципе Для Каждой Страницы Или Записи Можно Включить Или Выключить Показ Миниатюры Тоже Важный Момент Ну Естественно Для Страниц Можно Выключить Подвал И Шап Для Примера Давайте Посмотрим Как Это Выглядит Ну Вот Так Это Выглядит То Есть На Главное Нет Ни Подвала Ни Шапки Иногда Это Очень Нужная Актуальная Вещь Потому Что Ну Бывают Такие Страницы Где Необходимо Это Дело Сделать Это Были Настройки Самой Страницы Теперь Давайте Посмотрим Как У нас Выглядят Записи Собственно Сделанные Именно В Cadence Все То Самое Повторю То Настройки У них Стандартные Они Все Есть На Каждой Странице Смотрите Выключаю Делаю Прозрачный Заголовок Выключаю Title Обновляем И у нас Здесь Заголовка Нет И у нас Будет Прозрачная Шапка Именно На этой Странице То есть Можно Каждую Страницу И каждую Запись Настраивать Индивидуально Это Очень Удобно Даже Несмотря На всю Вашу Любовь Например К Гутенбергу Вот Собственно Все Настройки Вот Собственно Вся Тема Ну а Так Как Тема Cadence Поддерживает Elementor Давайте Попробуем Установить Стартовую Тему Для Elementor И Посмотреть Как Это Все Дело Управляется Итак Заходим Внешний Вид Starter Templates И Выбираем Good Elementor Ну Там Мы Смотрели Print Shop Ну Не знаю Давайте Здесь Посмотрим Курсы Нет Не Курсы Давайте Вот Ctrl Посмотрим Что Это У Нас За Тема Как Она Работает Значит Обязательные Требования Ну Я Здесь Уже Не Буду Ничего С Палитрами И Шрифтами Менять Но Здесь Смотрите Обязательный Плагин Elementor Окей Давайте Установим Ну Что Ж Давайте Посмотрим Что Получилось Ну Что Можно Сказать Вполне Себе Неплохо Красивенько Ровненько Аккуратненько У нас Установился Естественно Elementor Давайте Откроем Страницу Посмотрим Что У нас Какие Настройки На Elementor У нас Ну Здесь Все То же Самое Здесь Эти же Настройки Открываем В Elementor Ну Здесь Уже Сразу Видно Что Здесь Уже Используется Elementor В принципе Здесь Никаких Дополнительных Виджетов От Cadence Нет Все Сделано Штатными Инструментами Elementor Но Сделано Это Довольно Красиво Довольно Удобно И Можно Без проблем Все Это Дело Использовать Так Что Тема Cadence С Elementor Тоже Прекрасно Работает Глобальные Настройки Посмотрели Настройки Страниц Посмотрели Как Работает С Elementor Тоже Посмотрели Что У нас Осталось Нам Осталось Посмотреть Как Это Все Выглядит На Мобилках И Наверное Потестировать На Количество Попугаях Главную Страницу Остальные Не буду Смотреть Здесь Все Это Зависит От Того Как Это Собрано Вполне Корректно Вполне Себе Красиво Все Это Работает Причем Обратите Внимание Вот Здесь Вот Эти Вот На Этой Странице Вот Эти Вот Товары Они Сделаны Тоже Через Блоки Но Только Через Блоки В Ядре Так Которые Сидят В ядре Вукомерса То есть Те Которые Вукомерс Блок Каденс Работает Просто Исключительно Очень Красиво Там Все Получается Очень Интересно Очень Удобно Итак Давайте Вернемся К мобилкам Ну Все Красиво Все Все Вроде Нормально Здесь Все Вроде Ровненько Ничего Нигде Не Двигается Все Хорошо Ну Давайте Теперь Потестируем Сейчас На Сайте Ничего Нет Никаких Кэшев Вообще Ничего Нет Ничего Не Включено Там Просто Нужные Плагины Только Для Каденса И Сама Тема Каденс Ну Еще Elementor Здесь Включен Ну Да Elementor Включен Ну И Соответственно Включены Вот эти Базовые Настройки Оптимизации В самой Теме 45 На Мобилках Сейчас Показывает Проверяем Несколько Раз Ну Понятное Дело Что Это Вентер Опять же Здесь Слайдер На Странице Ну По Разному Ну В общем Я Вот На Этой Теме Вот На Этой Вот С Использованием Вот Этого Шаблона Который Идет Там Для Этого У меня Показывало Тоже Без Всякий Даже Без Оптимизации Самой Страницы У меня Показывало 57 Ну Опять же Здесь Зависит От Того Что Какая Сейчас Нагрузка Откуда Меряем Ну В принципе Вот Такие Показатели Вполне Себе Неплохие Надо Сказать А Если Базовая Оптимизация Какую-то Провести То Это Будет Еще Больше Но Еще Раз Повторюсь У меня Вот На Шаблоне Показывало 57 Ну Там Используется Меньше Блоков Различных На Странице Там По Другому Делается Опять же От Хостинга Многое Зависит Причем Смотрите Я хотел Вам Одну Фичу Показать Ну Вот Я Покажу На Этом Шаблоне Потому Что Здесь Так Наиболее Такой Яркий Момент Во-первых Здесь Как раз Прозрачная Прозрачная Шапка Во-вторых Смотрите Я Переключаюсь Видите Можно Устанавливать Разные Картинки Для Мобилок И Для Десктопа Достигается Это С помощью Блоков От Каденса Здесь Есть Такой Раздел Row Layouts Ну То Есть Вот Это Сам Блок И Здесь Есть Настройки Можно Настроить Для Десктопов Одно Для Мобилок Другое То Здесь Разные Более Того Здесь Можно Подставлять Слайдер Сделать Можно Видео Вставлять Что Хотите То Вставляйте Это Как раз По Дефолту Идет Бесплатная Версии Каденса Блок Уже Такая Возможность Есть Ну Вот Пожалуйста Импортировал Другой Шаблон Здесь Уже Показывается 59 Ну Естественно Все Все Как Обычно Все Во многом Зависит От того Какой Функционал Успользуется Ну Там Больше Блоков Здесь Меньше Блоков Там Такие Картинки Здесь Такие Картинки Ну Вот То Что Я То Есть Можно Собрать Формально Можно Собрать Практически Любой Сайт На ней Магазин Лендинг Не знаю Блок Все Что Мог Рассказать Рассказал Если Что То Упустил Уже Сорян Извиняйте Пишите Об Этом В Комментариях В Описании Оставлю Все Нужные Ссылочки А У Меня Сегодня Все Спасибо Что Смотрели Подписывайтесь На Канал Не Забывайте Про Колокольчик Если Видео Было Полезным Ставьте Лайк Если Не Понравилось Вы Знаете Что Делать С Вами Был Артем Абрамович Берегите Себя Всем Пока Пока И Удачи